Клиент всегда прав, даже в аптеке. Главное, чтобы шел довольным. Будущих фармацевтов в медколледже теперь учат всем примочкам сложного процесса купли-продажи. Некоммерческой выгоде ни в коем случае, это им объяснят уже потом работодатели. Но на все наши, дайте что-нибудь от живота, и здесь что-то болит, какую-нибудь таблетку, у фармацевтов готов целый арсенал предложений. Преподаватель отпуска лекарственных препаратов сама проработала в аптеке 12 лет, поэтому каждое практическое занятие студенты отрабатывают нестандартные ситуации и сдают зачеты по каверзным вопросам от покупателей. Приходит покупатель, спрашивает, у вас есть такой препарат, который повысит зрение? Ну, процентов так на 20, да? Тоже, в общем-то, такая ситуация, как мы можем определить, насколько мы можем повысить зрение. Подобный ресурсный центр подготовки фармацевтов. Первый в Приволжье на его открытии приезжает министр здравоохранения Геннадий Кузнецов. В каждом кабинете студенты для него разыгрывают сценку из жизни в аптеке. А это уже учебная лаборатория производства лекарств. Студенты практикуются в изготовлении новых форм препаратов. Не всегда есть такая дозировка, которая необходима каждому больному. Это наиболее важно для маленьких детей, для пожилых людей, когда дозировка подбирается индивидуально. И именно на такие случаи нужны производственные аптеки. Это индивидуальные глазные капли для больного 63-х лет. На столе фармацевта, рецепты врача с особым подбором и дозировкой препарата. Вот Дарья Орлова, студентка третьего курса, химичит. И главный вопрос, как вы расшифровываете то, что в народе называется «каракули докторов». Оказывается, в ресурсном центре учат этому. Ну это вам не разобрать, а мы уже учёные, нас учили этому. Расшифровывать почерки врачей? Ну да. Здесь же в лаборатории проводят анализ качества препаратов. Только после заключения эксперта лекарства попадают на аптечные прилавки. Инновационный подход к обучению фармацевтов помогает быстро адаптироваться к реальным условиям. Ежегодно медколиш выпускает 120 специалистов этого профиля. Мы устранили тот диссонанс в подготовке, когда была теория, а потом практика. Теперь у нас теория и практика живут в одном доме. Здесь же студенты получают знания о новейших достижениях в области формации. Ведётся переподготовка кадров, качество здравоохранения – важнейшая задача правительства. Данные инновационной технологии, которые применяются в этом новом ресурсном центре, позволяют решать задачи, которые поставил Валерий Павлинович Шансов. А это подготовка высококвалифицированных молодых специалистов. Вообще фармацевт, как бы это странно ни звучало, первое звено в оказании медицинской помощи. Ведь мы всегда думаем, что справимся с болезнью сами. Стоит только купить пару пачек таблеток. И фармацевт подберёт уж что-нибудь из 12 тысяч наименований. Это среднее количество видов лекарств в обычной аптеке. Только нужно помнить, что человек в белом халате за прилавком всё-таки не врач и не может назначать лечение, да даже советовать не по профилю. Ксения Доринова, Иван Масов, Объективно, ННТВ.